Эту тему обсуждаем с нашим гостем Константин Криволап, авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро «Антонов» на связи со студией «Фридом». Константин, приветствуем вас. Приветствую. Константин, вы стали довольно часто появляться в наших эфирах, в эфирах «Фридома». Может быть, свидетельствует о том, что ранее мы говорили о каких-то фактах выезда за пределы взлетно-посадочной полосы, а сейчас уже мы говорим о том, что уже начали падать самолеты. Как, по вашим наблюдениям, ситуация с гражданской авиацией в России усугубляется? Ну, как бы по-другому быть не может. Она не может не усугубляться, потому что созданы все условия для того, чтобы происходило это, как вы говорите, усугубление. Потому что правила математической статистики, они, как любые вещи в математике, они от нашей воли не зависят. И если вы прекратили нормальную эксплуатацию самолетов, если вы не нормальным образом поддерживаете эту летную годность, да, есть такой параметр летная годность. Вот по этому параметру летная годность Россия по стандартам ИКАО, она не прошла. И поэтому ей повесили так называемый красный флажок. А красный флажок вешается именно за летную годность, потому что самолеты должным образом не обслуживаются, запчасти должным образом к ним не поступают, софту должным образом не обновляются. Поэтому она не может быть готова. И понятно, что в ближайшее время из этого состояния Россия выскочить не сможет. А раз она не может выскочить, то тогда какой смысл соблюдать остальные флажки ИКАО? А это то, что я назвал, там есть где-то порядка 10 параметров, по которым происходит вот этот вот аудит страны в соответствии с нормами безопасности. Вообще ИКАО это про безопасность, про мировую безопасность, авиационных перевозок, соответственно, правила, сертификация технического состава, сертификация летного состава, сертификация воздушных суден. Это все, ИКАО это все о безопасности. Так вот, там каждый какой-то определенный период, в зависимости от того, когда какая страна предоставляет информацию, и там это тоже оговаривается, предоставляет информацию о состоянии своей безопасности, на основании этого они проходят такую оценку. Там невозможно коррупционировать кого-то, невозможно дать денег, невозможно договориться, никакого отношения к политике, просто сугубая констатация фактов, больше ничего. Так вот, Россия вылетела по этому параметру как раз летная годность. Там есть еще такие вещи, как там уровень законодательных инициатив, как это дело реализовано с точки зрения законодательства, как организованы все эти полеты. И там много параметров. Один из этих параметров – это состояние аэродромов. Состояние аэродромов и еще один параметр – состояние навигационной системы. Так вот, ни по состоянию аэродромов, ни по состоянию навигационной системы Россия там не была в передовиках, она даже была, скажем так, ниже мирового уровня, но при всем при этом она как-то так была в допустимых параметрах. А вот сертификация в летной годности провалилась. Так вот, когда это все провалилось, стало понятно, что в ближайшее время это не может быть возобновлено. Ну, естественно, руководители аэродромов задают себе вопрос, а какой смысл бороться за какое-то качество аэродромов, за состояние взлетных полос и так далее, за это навигационное оборудование, если все равно это не оценивается, только деньги тратит, лучше как-то это дело списать, отмародерить и так далее. Ну, тут еще важно все-таки оценить состояние авиации в целом, именно российской. Вот сибирские авиакомпании попросили разрешить им полеты на 50-летних самолетах из-за отсутствия новой техники. Соответствующее даже заявление сделал гендиректор авиакомпании «Ангара» Сергей Зорин. А по его словам, сейчас в авиапарке перевозчика находится почти 100 самолетов, Ан-24 и Ан-26, и большая часть из них должна быть выведена из эксплуатации уже в этом году. Если авиакомпании не позволят продолжить срок службы этих бортов, то на севере России может полностью прекратиться авиасообщение. И с другой стороны, если местные авиакомпании продолжат летать на 50-летних Ан-24 и Ан-26, количество инцидентов может возрасте. Ведь по словам технического директора авиакомпании «Полярная авиалиния», за последние два года все, кто пользовался этими самолетами, испытывали проблемы с запчастями и компонентами двигателей. А вот для понимания, Константин, какие самые главные болячки в самолетах именно российского производства? Ведь когда-то они были советскими, чтобы понимать, где самое больное их место и в каких именно самолетах. Понимаете, во-первых, у меня святая вера в то, что в Ан-24 будут еще продолжать летать лет 50. Они такие, они неумираемые. И то, что они там жалуются, что им запчастей не хватает, так это чтобы не позориться. Потому что там запчастей на них вообще давным-давно уже нет, но они почему-то летают. Это первый аспект. Второй аспект. 80% перевозок осуществлялись Аэрбасами и Боингами. И Аэрбасы, Боинги выделили, ну и остальные там иностранные самолеты. Они вытеснили всю российскую авиацию, там типа Ту-204, Ил-86, Ил-96. Они все это вытеснили, и сухой Суперджет в том числе, по одной простой причине. Эти самолеты все по своим экономическим параметрам нерентабельны. Они менее рентабельны, чем Аэрбасы и Боинги. И украв практически под 600 Аэрбасов и Боингов, они как бы проблему не решили. Они уже там какую-то часть этих около 75 самолетов по лизингу отдали, которые они украли. Что-то такое же количество у них было арестовано за рубежом. Поэтому я думаю, что это те, которые арестовали за рубежом, россияне так смилостивились и как бы сообщили о том, что они их отдали. А все остальное, они фактически вот этот парк Боинга и Аэрбасов сократили на 30% и отправили это все на съедение, на каннибализм. Какие самолеты конкретно сейчас как бы менее надежны, которые в первую очередь там имеют проблемы? Ну, пишут о том, что Аэрбасы по двигателям там имеют некоторые проблемы. Может быть да, может быть нет, может быть это какие-то там еще внутренние игры. Но по статистике вроде бы как и Аэрбасы. Если говорить о российских самолетах, то сухой суперджет решением Госдумы даже было принято решение о закрытии его производства. И в 2019 году он должен был прекратить свое производство. Но тут случилось такое горе санкции, непонятно с чего на них наложили. Поэтому теперь будем делать импортозамещенный сухой суперджет. Перспективы у этого процесса я, честно говоря, не вижу. Не вижу, потому что 70% запчастей, которые, вернее не запчастей, а комплектующих, которые находятся на этой машине, они и импортного производства. Начиная от кабины, заканчивая двигателем. Я наблюдаю за тем, как пытается Россия возобновить двигательное строение. И как они, вот с одной стороны Путин заявляет, мы к 30-му году сделаем тысячу новых пассажирских самолетов. Его министр Монтуров говорит, мы сделаем 600. А чем из-за его друг? Говорит, ну 500, а там посмотрим. При этом компании, которые занимаются производством двигателей для этих самолетов, говорят, мы сделаем, ну где-то к этому периоду мы сделаем 500 двигателей. Вот скажите, вот на самолет в среднем идет не меньше двух двигателей. Ну есть там одномоторные самолеты, но это же мы говорим о гражданской авиации для пассажирских перевозок. Это не имеется в виду там кукурузник, либо еще какие-то маленькие машины. Это же крупные машины, то есть два двигателя. Как можно, выпуская сейчас 5-6 двигателей в год, к 26-му году они собираются выйти на 30 двигателей, и то не уверены в этом, а к 30-му году выпустить 500. Как можно при этом сделать тысячу самолетов? Они бы хотя бы как бы там интересовались, что они пишут в своих этих пропагандистских речевках. Потому что арифметика, ну как бы не получается, нельзя такое совершить. Поэтому катастрофы будут продолжаться, они начнут возникать все чаще и чаще, и будет все больше и больше. И это законы статистики, законы математики. Если ты создал прецеденты, по которым ты ведешь страну к коллапсу авиационному, то этот авиационный коллапс и произойдет. И это не зависит ни от вас, ни от нас. Обсуждаем мы там пропагандисты, мы не пропагандисты. Это все объективные факты. Константин, вот вы говорите Boeing, Airbus. А если говорить о последствиях, что уже наклевывается? Это безработные пилоты, авиаинженеры, это подорожание билетов. Авиационные летуны отправились в теплые края, потому что если летчик не летает несколько лет, у него не продевается лицензия, так как права, там нельзя через 5 лет вернуться и продолжить. Чем это закончится? Это будет, естественно, сокращаться все. Сокращаться. Они уже сейчас сократили количество рейсов. Объявили, что в прошлом году на 15-20%. Но при этом какая-то, знаете, вот странная, опять же, игра в статистику. Сократили на 15-20% количество рейсов, а пассажиропоток вырос на 3%. Вот кто-то может предположить версии или гипотезы, как это может быть. Я, например, у меня не получается. Аналогичные вещи там у них происходят и с другими, как бы, событиями. Но однозначно то, что будет происходить рисование картинок, будет происходить имитация бурной деятельности в области авиации, которая не подкреплена технологическим ресурсом, ресурсом персонала, ресурсом возможностей производств. Все заявления разбиваются о том, что у них даже такого не было в период Советского Союза. И даже там первые годы в России не было выпуска такого количества самолетов, на которые они сейчас собираются рассчитывать. А то, что Боинг и Аэрбасы, заявляет их руководитель, бывший руководитель Росавиации, там не Радько был такой, он говорит, там все нормально с Боингами и Аэрбасами, там до 30-го года все будет летать, товарищи, летайте спокойно. Будет ли повышаться цены на билеты? Наверное, будут повышаться цены. Но остановит ли это Россия? Не остановит. Даже если им сказать, что вероятность того, что вот этот вот борт на 70% упадет, а вы самоубийцы, я думаю, они все равно заплатят больше денег и полезут в этот самолет, потому что, ну, авось есть авось. Вот у меня такое отношение ко всему этому. И вот последние два года таких острых наблюдений за этими процессами убедили меня в том, что у меня нет аргументов, чтобы думать по-другому. Ну, вот, как вы отметили, тысяча гражданской авиации, тысяча самолетов, это просто амбиции, слова, и, возможно, где-то и, в частности, распил денег в том числе. Вот, но, а касательно военной авиации, вот россияне начали эксплуатировать новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взамен сбитого, напомню. На этот раз он летает над сушей на территории России в районе Краснодарского края. Тем самым, военно-воздушные силы Российской Федерации молчаливо подтверждают успех операции, проведенной украинцами против дорогостоящего воздушного объекта. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Твиттер. Мол, если потеря А-50 произошла случайно, то вряд ли бы потребовалось бы такое решение. Напомню, два российских самолета А-50 и Ил-22 сбили украинские военные 14 января над Азовским морем. Информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и поблагодарил воздушные силы за блестящую операцию. Отмечу, А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов и наводить удары по ним. Как рассказали в Силах обороны Юга, всего на вооружении Российской Федерации три единицы А-50 и шесть единиц А-50У. Один такой самолет стоит около 330 миллионов долларов. Константин, как вы считаете, насколько успешна это будет судьба, скажем так, и этого А-50? Он уже, как видим, прячется в Краснодарском крае, но насколько он все равно остается опасным для украинских войск, и в том числе, насколько военная авиация Российской Федерации дальше будет пополняться? Ну, первое, А-50. Насчет количества. Я думаю, что все-таки там минус один, а один меньше. Почему я так думаю? Потому что вот концерн Вега, который выпускает все это радиотехнические устройства, сложные, высокого уровня, ручной, скажем, сборки, и вообще один из основных игроков на рынке подобных видов вооружения и оборудования, они выпустили за это время всего лишь 7 комплектов, которые позволили модернизировать А-50 в состоянии А-50У. И то, что сбит был А-50У, как бы, ну, сомнений не вызывает, потому что по количеству экипажа, который там был, по их званиям, чинам, регалиям, это все-таки была более современная, модернизированная версия, потому что в предыдущей версии, просто вот извините меня за такие банальные размышления, в предыдущей версии А-50, она даже не имела туалета, не имела кабины для отдыха экипажа. Они просто летали до тех пор, пока могли, да, так же, как это было там в Ту-95 первых моделях. А вот А-50У, они уже с гордостью в перечне модернизации А-50У, они заявили о том, что вот теперь у нас есть туалет. Так вот, судя по количеству людей, которые там увеличились, операторов, и судя по составу командования, потому что там погиб какой-то большой их местный командир, то это был А-50У. Соответственно, этих комплексов, А-50У, там уже осталось не шесть, там уже осталось пять, потому что один был выведен в Мичулищах, в Беларуси, который улетел в Таганрог на ремонт. Но так они его и не смогли восстановить, с ним ничего не происходит, он там просто как бы стоит и все. Ну, это к вопросу о цифрах. К вопросу о вообще состоянии авиации, возобновлении авиации россиян в ближайшие периоды, ну, здесь тоже картинка такая, не совсем для них приятная. Значит, там в 2014 году они где-то в вопросах тактической авиации выпустили в среднем, вне не в среднем, выпустили в 2014 году, они выпустили порядка 100 машин, истребителей разного типа. Там было немножко МИГов, но основное это были все Су. Су-30, Су-34, Су-35, в различных версиях, модификациях и так далее. И в 22-м, 21-й, 22-й, 19-й год они выпускали в среднем по 20 машин в год. А мы только в этом году Су-34, Су-35 сбили практически 30 машин. То есть у нас темп их выбивания при всем том, что происходит, он значительно, ну, практически на 25-30 процентов выше, чем их темп восстановления. А я уже не говорю о летном составе, потому что, ну, пилот, хоть он там его и учит в течение там 5 лет, но пилотом, который может летать и выполнять боевые задачи, ему еще лет 5 как минимум летать надо. Что касается безопасности полета ВА-50, да, они будут летать сейчас подальше. Они, я думаю, не будут залетать в зону обнаружения и поражения нашего ПВО. Имеется в виду, я думаю, все-таки речь идет о Патриоте, потому что там как бы все другое, ну, меньшая вероятность того, что это могло быть что-то другое. И я думаю, тогда, вот вы показывали картинку, которая нам была презентована, когда эти самолетики летают, залетают в этот Приморск, крутятся там вокруг него, вылетают обратно, делают такие треугольные круги. Я думаю, что это было связано с тем, что перед этим были получены очень четкие команды, разобраться, что там происходит, потому что в двух, да-да-да, вот эта картинка, в двух самолетах и в ВИЛ-22 и в А-50-м У сидели высокопоставленные начальники, которые должны были, очевидно, ответить на вопрос, а чем же их сбили, где были эти установки, каким образом удалось нашим зенитчикам, прекрасным людям и специалистам, удалось сбить эти машины, которые, это кроме технического урона и финансового урона, интеллектуального оскорбления и унижения, это просто такое, знаете, на уровне мужского мочизма, это просто унизительнейшее мероприятие, сбить А-50-й У вместе с ИЛ-22-м командным составом. Это после этого были бы они японцы, бы они там себе устроили бы харакири или что-нибудь подобное, потому что это несмываемый позор, это сапожник без сапог, но и все остальные эпитеты в этом же разрезе. Константин, продолжая тему военной авиации, надо отдать должное россиянам, падают самолеты и вертушки, не только потому, что их сбивают украинцы, но и сами по себе падают. Вот последняя информация о вертолетах, которые упали. Это те же причины, та же ситуация с военной авиацией, что и с гражданской. И, Константин, у вас полтора минуты буквально, пожалуйста. Малая информация, она прошла какая-то незаметная, знаете, вот как на уровне такого. Ну, а еще одно обычное событие, которое у нас свершается там чуть ли не каждый день. Ну, упало два вертолета, но в разных же местах, не в одном месте. А тем более в Брянской там может и свое ПВО сработать. То есть там каких-то технических деталей, из-за чего это произошло, почему это произошло, там ничего этого нет. А то, что качество летного персонала ухудшается, потому что самих пилотов физически становится меньше, выходят на боевую работу те, которые еще не обстреляны, не обучены, не имеют того большого опыта, который имели их старшие товарищи. Поэтому процесс, с одной стороны, закономерный, а с другой стороны, ну, уже не вызывает такого восторга. Ах, ах, ах. Ну, произошло и произошло. Вот такое оно там. Вот оно так будет все постоянно. Вот это будет, к этому надо привыкать. Этому не надо уже удивляться. Так же, как и нашим полетам на дронах в все большем количестве по их там газовым, нефтяным терминалам, логистическим центрам, заводам, фабрикам. Но газеты уже они поджигали давно.